Итоги работы электросетевого комплекса Подмосковья в 2020 году подвели на пресс-конференции с участием заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина и генерального директора компании Россети Московский регион Петра Синютина. Уходящий год нельзя назвать простым. Энергетики столичного региона, как и весь остальной мир, столкнулись с новыми вызовами. Во время пандемии москвичи массово переселились на дачи. Резко выросла нагрузка на подмосковные электросети, и главной задачей энергетиков стало обеспечить надежное электроснабжение. В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в срочном порядке перепрофилировались стационары и строились новые клиники. Все это требовало дополнительных мощностей, подстанций и линий. Энергетики с задачей справились на отлично, обеспечив бесперебойное снабжение всех медицинских объектов. Все эти работы выполнялись в кратчайшие сроки, в какие-то неимоверные сроки. В больницах появлялись новые трансформаторные пандстанции, кабельные линии. Все это переключалось, все это начинало работать, чтобы больницы могли принимать людей на КТ, на рентген, на всю диагностику лаборатории, которая нужна для этого и так далее. Поэтому первое, хотелось бы, поблагодарить коллег. Для нас это очень важно. И губернатор об этом особо сказал по итогам года, что та работа, которую комплекс энергетики провел по обеспечению Кочного фонда, она не осталась незаметной. И это спасенные жизни. Несмотря на внеплановую нагрузку, от поставленных ранее задач энергетики тоже не отказались и выполнили в уходящем году все, что запланировали. Прежде всего, это касается новых технологических решений, позволяющих снизить и даже исключить перерывы в электроснабжении во время проведения плановых и аварийных ремонтных работ. Самое главное – это цифровизация сети. У нас 1400 мобильных устройств уже выданы бригадам. Внедрена интегрированная система, которая позволяет получить на планшет задание, где авария, куда выезжать, сразу с навигации до точки, приехать, сделать фотофиксацию, устранить, зафиксировать устранение этого недостатка и повысить производительность вот этого бригадного комплекса нашего на 20%. Мы эту задачу уже реализовали в 2020 году. Одно из новшеств 2020 года, которое впервые было применено всего два месяца назад – внедрение пункта обратной трансформации, который предназначен для аварийных работ. Он позволяет значительно экономить ресурсы и время. В случае возникновения аварийной ситуации, когда на одной линии или на одном транзите несколько трансформаторных подстанций, ранее для каждой трансформаторной подстанции применялась отдельная передвижная электростанция. Соответственно, после того, как появился у нас пункт обратной трансформации, мы можем через него запитывать сразу несколько трансформаторных подстанций. Для потребителей это достаточно важно, поскольку время ликвидации аварийной ситуации сокращается в разы. В планах на следующий год – последовательное уменьшение сроков устранения аварий, дальнейшая передача электрохозяйств СНТ на баланс электросетевых компаний, цифровизация, модернизация и замена оборудования, и, конечно, стабильное энергоснабжение в период новогодних праздников. Планы амбициозные, но уходящий год показал, что энергетикам Подмосковья по плечу любые, даже самые сложные и неожиданные задачи.